Ремонтировали, ремонтировали, да не отремонтировали. Жителям Южного Скороговорку пролавирующие корабли уже впору переделывать на свой лад. Улицу Карачинскую наконец обновили, но, как оказалось, не целиком. Мы очень просили, чтобы отремонтировали нашу самую проблемную улицу нашего поселка. В надежде на то, что данную улицу сделают от Донговской до самой Иллегской. По факту отремонтировали вот этот участок нетронутый. Ямы здесь как были, так и есть. И этот участок не относится ни к улице Зои Космодемьянской, ни к улице Карачинской. Это некий такой бермузский треугольник нашего поселка. Сезон дорожных работ на исходе. Впереди дожди и холода. Пока машины здесь объезжают ямы, жители вновь обходят инстанции. Они показывают нам кадастровое свидетельство на улицу Карачинскую. Протяженность 1131 метр. Да и на карте вот она, от Иллегской до Донгусской. Только вот почему отремонтированное полотно так и не покрыло ее всю, задаем этот вопрос администрации города. Это же не улица Карачинская. По кадастровой карте, по публичной посмотрите. Там же и дома на этой улице стоят, Зои Космодемьянская адреса. Потому что Карачинская она поворачивает сюда направо, вдоль частного сектора она уходит. По словам местных, этот участок здесь не отмежевывался, и границ его никто не знает. Открываем публичную кадастровую карту. Карачинская и правда поворачивает вдоль частного сектора. Зои Космодемьянская идет параллельно. А что же за улица между ними вопрос. И впрямь Оренбургский и Бермудский треугольник, так и не вошедший в программу по дорожному ремонту. Совсем новое отремонтированное дорожное полотно по улице Беляевской. К нему у местных жителей претензий нет. Только вот как завершить этот пешеходный переход, например, маме с коляской или инвалиду, ну просто непонятно. Еще одна улица южного района города и вновь проблемы с недоделками. Но здесь вопрос уже не к отдельному участку. Вдоль всего дорожного полотна бордюры ничем не отсыпаны. Ямы между пешеходными тротуарами и новым асфальтом местами внушительные. У нас в общем в августе завершился ремонт улицы Беляевской основного дорожного полотна. И сейчас идут дополнительные работы. Но, к сожалению, с августа мы не увидели никаких изменений в плане организации безопасности переходов для людей. Обращались к куратору, попросили поставить мостики на этих пешеходных переходах хотя бы. Ну, вы видите, да-да, ну и сами видите, что ничего не произошло. Временная задержка или в таком виде бордюры встретят зиму. Резонансный вопрос горожан адресуем куратору строительных работ на этом участке. Безусловно, у нас все в ремонте будет. Все будет приводиться в нормальное состояние. Согласно контракту по Беляевской до 30 ноября. Если на Беляевской дождаться полного завершения ремонта шанс еще есть, то вот постигнет ли эта участь отрезок второй дороги вопрос. Ведь даже если официально и по всем документам его признают не Карачинской, а улицей Зой Космодемьянской, количество автомобилей, разбивающих колеса в ямах, явно не уменьшится. Анна Фтюрина, Игорь Бероев, Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова